Вообще работа надзорных органов, прокуратура МЧС заставляет задумываться, потому что когда к ним обращаемся, мы как граждане по вопросам аварийного состояния муниципальных бюджетных учреждений, они закрывают глаза. Мы помним случай, что очень полгода мы воевали за филиал 11 школы, где там было все в ужасном состоянии, доски с гвоздями валялись, фасад был разрушен, там балконы чуть ли не падали, и они как бы закрывали на это глаза. Плюс к этому хочу добавить еще, что ежегодно у нас каждое муниципальное бюджетное учреждение проходит проверку этими надзорными органами, где они дают заключение, подписывают акт готовности образовательного учреждения к началу учебного года. И все здания, вот эти муниципальные, проходят проверку и начинают работать. Нарушения они не находят. А потом, вот как мы видим по ситуации осенью, спустя месяц-два, у них начинает работать программа поддержки местных инициатив. Они вдруг начинают все заявлять, что у кого-то не работает водопровод, у кого-то обваливается крыша, у кого-то протекают потолки, у кого-то полы в плохом состоянии, у кому-то окна надо менять. И почему-то вот это происходит, и никто не возмущается. Почему люди ремонтируют здание, муниципальное здание за свой счет, и это не беспокоит? Вот даже вспомним, что вот в районе новостроек у Михайловки здание детсада давало трещину, и там никто не комментировал это. Это считают, как будто так и должно быть. А то, что маленькие дети были в опасности, даже никто не подумал. Родители как бы считают это как порядки вещей, а тут, короче, частное лицо, МФК Урал, взяли допросы, закрыли. Я не хочу защищать его или что, просто я хочу дать людям задуматься, почему так, почему частников они, короче, закрывают, а муниципалитеты, муниципальные здания не трогают. Вот надо об этом думать. Всегда ли они так работают? Нет, последняя ситуация, это посадки прокуроров и сотрудников МВД, просто толкнуло их на то, что они должны были показать свою работу. Как говорится, наезжать на госучреждение, они боятся, потому что придется ответ держать перед министерствами, перед правительствами, и они решили наехать на крупного застройщика, на частника, зная, что он ответ такой не сможет дать, как госучреждение. И фактически он останется незащищенным. И вообще вопросов к работе надзорных органов очень много. Они работают избирательно. Они не могут найти, алименщиков не могут найти. Они работают только так, как они хотят, а не так, как положено по закону. Тот же вопрос по судебным приставам возьмем. Они взыскивают с малоимуучих, с простых граждан, деньги взыскивают, а больших вот этих должников, которые должны по миллионам, вот недавно публикация в Медиакурсете была, где там депутаты Курултая должны многомиллионные суммы, какие-то юридические лица, они не могут с ними справиться. Они просто воюют против народа, против своих же людей, граждан, которые не могут дать сдачи им. Продолжение следует...